Доброго вам воскресного дня, возлюбленные Господи, братья и сестры. 27 сентября Православная Церковь будет праздновать праздник Воздвижения Креста Господня. Это единственный праздник, получивший начало одновременно с самим событием, которому он посвящен. После того, как совершились величайшие события в истории человечества, распятие, погребение, воскресение Господа нашего Иисуса Христа, Святой Крест, послуживший оружием казни Спасителя, был утерян. После разрушения Иерусалима римскими войсками в 70-м году, когда шла так называемая известная Иудейская война, многие святые места, связанные с земной жизнью Господа, оказали забвений. На некоторых из них были построены языческие капища. Первые три века христианская вера в Римской империи была объявлена вне закона, и даже само название города Иерусалим было изменено. Он стал называться Элья Капитолина. В постеразрушенном городе возводились алтари языческим богам, а все места, связанные со Христом, подвергались забвению. Ситуация изменилась, когда в начале третьего века в Римской империи к власти пришел Флавий, Аврелий, Валерий, Константин, прозванный Великим и прославленный в церкви как равноапостольный. Обращение в христианство связывают с чудом, которое произошло с императором Константином в борьбе за власть в 312 году. Ему простояла решающая битва с противником Максенцием около Рима. И накануне битвы Константин молился дать ему знамение. И ему было видение. На небе он увидел крест со словами «Сим, победишь». Наутро, накануне сражения, он повелел всем воинам нанести на щиты изображение креста, христианский символ, и его армия, будучи малочисленнее, одержала победу. В 313 году именно по его инициативе был издан в городе Милане, Медиолане, так называемый Миланский Эдикт, дававший свободу христианскому вероисповеданию. А с 323 года, став и деленалично императором и правителем во всей Римской империи, он распространил этот указ и на восточную ее часть. После 300 лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать веру во Христа. Отказавшись от язычества, император не оставил столице империи Древний Рим, бывший центром языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византии, который был переименован в Константинополь. Константин был убежден, что только христианская религия может объединить и сплотить разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал церковь, возвращал из ссылки исповедников христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. Глубоко почитая крест Господень, император желал найти и самый животворящий крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать, святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства. И вместе с Иерусалимским епископом Макарием святая Елена приступила к поискам и промыслам Божиим, что вот творящий крест был чудесным образом найден в 326 году. По сообщениям древних церковных историков IV века, мать Константина равнопостына Елена отправилась по просьбе царствующего сына в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с событиями земной жизни Христа. По преданию, в деле обретения чеснока креста Господня оказал помощь один еврей по имени Иуда. К евреям, жившим в Иерусалиме, царица Елена обратилась с просьбой указать ей место, где был распят Христос. Они отказывались делать это, ссылаясь на свое незнание, но в конце концов указали на некого старого еврея Иуду, который как бы знал, где могло находиться то место. И старец указал царице некий большой холм из земли мусора и камней, где некогда римский царь Адриан построил капище в честь языческой богини Венеры. Когда разрушили Идарский храм, разбросали мусор, раскопали землю, то были обретены места гроба Господня, Его воскресения, то есть пещера, откуда Он воскрес, а также лобное место, место распятия Христа. Чудесное благоухание указало рывшим землю и присутствующим эти места. Близи лобного места нашли три креста, гвозди и табличку-тудащечку с надписью на трех языках Иисус Назарий, царь Иудейский, которое было прибито над головой распятого Спасителя. Епископ Иерусалима Макарий предложил произвести испытание. Было принесено на место обретения крестов одна находившаяся при смерти женщина. И присутствующие во главе с Макарием вознесли молитвы, чтобы крест Христов указал через исцеление этой женщины и как бы вот показал, который из этих крестов есть. И после этого сначала два креста без успеха были приложены к больной, а при прикосновении третьего совершилось все исцеление. И также другое предание говорит, что мимо проносили покойника и от прикосновения к животворящему древу усопший ожил, воскрес из мертвых. И в полноте благоговейной радости, духовного умиления, царица и все бывшие с ней воздали поклонение и целование кресту. А так как вследствие множества народа не все люди могли пойти и поклониться честному древу креста Господня, а также не все могли видеть его, то епископ Макарий, став на высоком месте, поднимал, то есть воздвязал крест, показывая его народу, а люди поклонялись кресту и восклицали, Господи помилуй, Господи прости. Отсюда и получило свое начало и название праздника – воздвижение, то есть поднятие честнока и животворящего креста Господня. Это событие обретения честнока креста и чудеса, сопровождавшие его, произвели великое впечатление не только на христиан, но и на иудеев. Иуда, так неохотно указавший на хождение святых мест, сам уверовал во Христа в святом крещении, принял имя Кириака. Сам Константин, впоследствии посланник иеросеримского патриарха Макарию, писал об обретении честнока креста Господня. Нет слов для достойного описания этого чуда. Знамение святейших страстей, скрывавшееся так долго под землей и остававшееся неизвестности в течение целых веков, наконец воссияло. Святая царица Елена при могущественном содействии своего сына начало строить в Иерусалиме и по всей Палестине храмы на местах, освященных событиями земной жизни Спасителя. И прежде всего, по воле императора и императрицы, было положено основание и приступили к простройке храма на месте гроба Господня и обретения святаго креста. И, наконец, 13 сентября 335 года, то есть по нашему григорианскому календарю, это 26 сентября, было освящение церкви в честь воскресения Христа. Затем благочестивая царица дала повеление соорудить храм Гевсимании на месте, где находился гроб Пресвятой Богородицы во имя Иоспения. И, кроме этого, 18 с других храмов в разных местах Святой Земли. В начале христиане более торжественно праздновали события освящения храма Гроба Господня, которое получило название «Воскресение Словущее». И оно и сейчас тоже отмечается в церковном календаре. А крестовоздвижение как бы праздновали уже по инерции на следующий день. Но затем праздник воздвижения Честного Креста стал более значимым и, в конце концов, стал одним из 12 самых больших церковных праздников. Кроме этого, в этот день празднуется еще одно историческое событие. В начале VII века Византийская империя находилась в опасном положении. Она ввела тяжелую войну с Персидским царством, до что до того, что в 614 году Персидский царь завоевал Иерусалим и разграбил его. И среди прочих сокровищ он забрал в Персию и древо Честного Животворящего Креста Господня. Святыня пребывала у неприятеля 14 лет. В 628 году, благодаря огромным усилиям, император Ираклий одержал победу над Персами, заключил с ними мир и вернул в Иерусалим животворящее древо. По преданию, во время торжественной процессии сам император нес крест Христов в храм, как вдруг произошло замечательство, как будто кто-то невидимый преградил дорогу, и никто не мог двинуться дальше. Иерусалимский патриарх, шествующий рядом с императором, обратил внимание на то, что Христос нес крест по Иерусалиму, избитый в уничиженном образе, а император несет крест в торжественных золотых облачениях. И тогда царь снял с себя дорогую одежду и в простой нижней рубашке взял крест, и процессия смогла двинуться дальше. И вот это событие тоже находит отражение в сегодняшнем дне. Поэтому, конечно, с одной стороны, сегодня мы празднуем такой праздник исторический. Можно сказать, это двунадесятый праздник, он и самый молодой, потому что он установлен уже почти в середине четвертого века. Но, конечно, мы не можем умолить значимость и величие этого события. И в эти дни на середину храма священники, епископы выносят животворящий крест Христов, и мы совершаем торжественное поклонение кресту. С одной стороны, мы празднуем, конечно, его честное обретение. Несмотря на то, что впоследствии этот крест был разобран, и сейчас многие храмы имеют великую святыню, частицу животворящего древа, потому что многие очень христианские общины хотели иметь у себя эту величайшую святыню. Но для нас, конечно, в этот день, с одной стороны, и радость, и утверждение, и подтверждение христианской веры, потому что исторически этот праздник показывает, что Христос жил, Он воскрес из мертвых, Он страдал за нас. Вместе с тем, в этот день мы поем, «Придите верней, животворящему древу поклонимся, на нем же Христос, Царь Славы, волею Руцера спростер, вознесе нас на первое блаженство». Мы воспеваем эти дни, эти песнопения, и прославляем Господа, принявшего за нас страшную крестную мутеническую кончину смерть и через Эда открывшему нам дорогу в Царствие Небесное. От всего сердца поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с этим знаменательным событием, и пусть сила Чеснага Креста защитит и оградит нас. Всех вас с наступающим праздником! Пусть сила Чеснага Креста защитит и оградит нас. Пусть сила Чеснага Креста защитит и оградит нас. Пусть сила Чеснага Креста защитит и оградит нас. Продолжение следует...